Новое поколение кроссовера Lincoln Aviator или Aviator готовится выйти на американский рынок. Предсерийные машины нам показали почти год назад, но характеристики держали в секрете. И даже сейчас известно не всё. Например, не названы габаритные размеры. Зато мы знаем, что Aviator делит платформу с моделью Ford Explorer. Мотор расположен продольно, а привод задний или полный. Базовый V6 с двойным надувом сочетается с 10-ступенчатым автоматом. И есть и гибридная версия с собственным названием. Бензиновый двигатель у неё тот же, но общая отдача установки больше 500 лошадиных сил. Тяговые батареи спрятаны под полом и не повлияли на объём багажника. Электрические параметры Aviator опять же не названы. Но предположим, что они окажутся как минимум не хуже, чем у родственного гибридного Explorer, который может проехать 40 километров на электротяге благодаря батарее ёмкостью 13 киловатт-часов. Штрафовать водителей за неуплату парковки смогут теперь и инспекторы государственного казённого учреждения «Администратор Московского парковочного пространства». Ранее они могли только фиксировать оставленные на платных стоянках автомобили, а постановление выписывали другие специалисты «Московского паркинга». Около 300 инспекторов уже получили статус должностных лиц – контролёров и контролёров-ревизоров. Отметим, что в Москве ежедневно эвакуируют около 800 автомобилей. При этом по столичным дорогам каждые сутки проезжают до 3,5 миллионов транспортных средств. И всё же люди постепенно привыкают платить за парковку. К примеру, три года назад на штрафстоянке ежедневно увозили примерно 850 машин, а в 2015 – 900. Продолжение следует...